Всем привет! У меня сегодня новое видео. Хочу вам показать и рассказать о том, какие я сделала покупки, что-то у меня есть из подарка, в общем, за последнее время. Достаточно много всего, поэтому приготовьтесь, сделайте себе чайку. Вот моя любимая чашка со слонами. Зелёный чай, люди. Классная вещь. Итак, начну совершенно рандомно. Что первое попадается под руку, то и рассказываю. Старскин. Это маска. Маска для ног, которая отшелушивает кожу. В общем, я ещё не пробовала эту маску. Я единственную маску пробовала подобного типа от Тони Молли. Тони Молли была, да. И, в общем, она мне понравилась. Посмотрю, вот как вот это. К сожалению, сейчас у меня псориаз на ногах в самом разгаре. И, в общем, лучше, конечно, не делать эту маску, если у вас на ногах там или есть такие маски подобные для рук. Если там в самом разгаре какая-нибудь аллергия или ещё что-то, лучше такого не делать. Поэтому я немножко подожду. Дальше. Вот такая вот вещь. Это гель для душа от марки Монсан. И это шведская марка. Эта марка сделана для того, чтобы, в общем, почувствовать все прелести спа у себя дома. Запахи тут действительно, действительно шикарные, действительно достойные спа отелей. Это классная штука. Это вот такой вот гель для душа в спрее. И для меня это не новый продукт. То есть, я знаю, что есть такие продукты. У меня даже есть такой вот такая штука, но только от другой марки. Мне, короче, было очень-очень интересно попробовать. И в наборе ещё была вот такая вот свечка. Люди, эта свечка, она пахнет умопомрачительно. Таким бергамотом, зелёным, цитрусом. Супер. Что здесь написано? Crushed Citrus and Crisp Grass. То есть, это раздавленный цитрус, в общем, измельчённый цитрус и сочная трава. Действительно, так классно-классно очень пахнет. И третья вещь, которая была в этом наборе, это был набор из трёх продуктов. Третья вещь, это вот такой вот гель. Точнее, это не гель, это крем для тела. С тем же самым запахом, в общем, и здесь его 225 мл. В геле для душа 200 мл. Ну, а свечка, наверное, сколько там, 70 грамм. Это стандартная довольно свечечка. 75 грамм, да. В общем, этот набор, он был куплен в магазине Kicks. И в магазине Kicks была скидка, а потом ещё была скидка на скидку. То есть, этот набор, фактически, он мне обошёлся меньше. Весь этот набор, он мне обошёлся меньше, чем этот вот гель для душа, если его покупать отдельно. То есть, как можно было не взять? Ну, как, как, как? Ещё одна вещь из подобной же штуки, это вот такой вот гель для душа, опять же, из серии Calming Oats. То есть, в общем, успокаивающая овсянка. Очень классно пахнет, супер. Это вот такой вот, опять же, гель для душа в спрее. Классная штука, тоже 225 мл. И супер, супер штука. Там же куплено, всё там же, всё оттуда же. Вот, кстати, интересные вещи. Никогда не пробовала эту марку. Это подарок, поэтому, к сожалению, не могу сказать, сколько стоит. Пробую найти здесь на столе у меня. Не могу найти. В общем, ты где? Где? А, вот. Вот такая вот штука. Это тушь. Тушь от марки Berita. Это, я так понимаю, из Белоруссии. И, в общем, ультра-чёрный цвет. 12 мл. Королевский объём. Luxury Color называется. Здесь отличная кисточка. Вот такая вот она. Из пластмассы. Очень удобная кисточка. Запах немножко такой акварельный. Но такой же запах у какой-то из туши L'Oreal. Вот точь-в-точь. Ещё что мне было дано в подарок. Это вот такая вот штучка комплименты. True Matte. Это, в общем, жидкая матовая губная помада. Оттенок у неё 02. Очень красивый оттенок. Красный оттенок. Я попробовала её нанести перед этим видео. Люди, у меня нет каких-то шелушений на губах. Да, сейчас у нас довольно холодно. Прямо так очень-очень холодно. И губы, понятное дело, шелушатся. Но дело в том, что я наношу на себя просто дикое количество бальзамов для губ. Поэтому губы у меня, они все гладкие. И вот эта штука, она у меня подчеркнула те шелушения, которых нет и которых вообще даже не было. Я не знаю даже откуда она их взяла, эти шелушения. В общем, я попробую, конечно, может быть, весной, когда губы будет более беспроблемной. Хотя сейчас у меня нет никаких проблем. А если нет, ну тогда, ну, бывают просто такие помады, которые вы вот используете. И они подчеркивают рельеф, которого даже нет. Вот я не знаю, почему так бывает, но так бывает. Так что эта помада так не... А вот эта вот тушь, она сейчас на мне в один слой. И мне она очень нравится. И вот такой вот еще крем для рук. Та же самая марка. Ultra Hand Care. Называется... Она здесь с пантенолом, с маслом шеи и органы. И здесь ее, конечно, очень много. Здесь целых 100 мл этого крема. Что хочу сказать. Крем неплохой. Крем гипербыстро впитывается. Просто гипербыстро впитывается. Вы только намазали, он уже вам... Вам уже впитался и все это... То есть, я не могу сказать, что он как-то очень сильно питает руки. Этот крем, он хорош для тех людей, у которых... А. Руки не сухие. Б. Которые что-то постоянно делают руками. То есть, вы намазали, когда вам надо, и через уже 30 секунд вы уже можете брать что-то, что-то писать, что-то делать. Для таких людей, как я, у которых очень сухая кожа, у меня сухая кожа, мне так масло шеи желательно в чистом виде вот так вот засунуть руки на час. Это вот самое то. Поэтому крем мне нравится. Он мне нравится тем, что он быстро впитывается. И, в принципе, он неплохой. Этот крем я получила совершенно недавно. И здесь уже вот так вот. То есть, расход у него для меня очень большой. Ну, не знаю. Так как это был подарок, я не жалуюсь. Но сама я бы себе его не купила. Еще один подарок от мне, вот этой марки, это бальзам-укрепление для ресниц и бровей с касторовым маслом. Сила природы. Вот. Вот так это выглядит. И сейчас я вам покажу тюбик. Как выглядит тюбик. Тюбик выглядит просто вот так вот. Это просто белый тюбик. Вот такая вот типа тушь. В общем, кстати, очень хорошая кисточка. Я ее не буду выбрасывать. Я потом помою и оставлю себе для расчесывания бровей. Хотя у меня есть для расчесывания бровей. Но не помешает, не помешает, не помешает. Ну, в общем, я не знаю. Я два раза использовала. Ничего я не заметила. Потому что два раза это мало. Что я заметила? И мне это понравилось. Например, когда я раньше пользовалась иногда касторовым маслом. Это было всего лишь 3-4 раза. Просто у меня на утро опухали глаза. Они у меня запухали так, что я их не могла разлепить. И не потому, что я слишком много масла. Может быть, в первый раз. Потом я просто поняла, что нужно меньше. Ну, видимо, у меня какая-то или аллергия на это. Либо просто вот на масла. С этим такого нет. С этим все нормально, все замечательно. Мне все нравится. Эффекта тоже нет. Но, скорее всего, это потому, что я очень мало использовала этот продукт. Буду пробовать. Буду пользоваться еще. Еще одна штука. Это крем для рук. Протеины молодости. Интенсивно смягчающая формула нежности. Смягчает. Сухие участки кожи. Питает и увлажняет. С козьим молоком. Вот такая штука. Тоже 100 мл. Интересно. Не пробовала. Если он впитывается так же, как крем для рук. Это неплохо. Это, конечно, хорошо для лета. Кстати, вот этот крем я могу его, наверное, ставить на лето. Потому что сейчас я все-таки предпочитаю что-то более жирное. Более такое питательное. И еще одна штука. Это последняя штуковина. Это вот такое вот средство для удаления кутикулы ногтей. Это Vitex. Я не знаю, это тот же концерн или нет. Я не знаю. Но это тоже из Беларуси. Вот так это выглядит. Здесь целых 20 мл. Здесь очень много. В общем, очень хочу попробовать. Вот такие средства мне нравятся. Нравятся, прям нравятся. Я думаю, понравится. Даже если оно будет слабенькое. Я просто нанесу его больше, либо два раза. Абсолютно без проблем. Как его наносить? Это нанесите небольшое количество средства на кожу вокруг ногтя. Не более чем на 10 минут. Затем удалите кутикулу с помощью маникюрной палочки. Ну, в общем, 10 минут, конечно, это много. Обычно те средства, которые есть у меня, я использую не более чем на минуту, на две. Здесь 10. Но, в принципе, если вы включили вечерком какой-нибудь сериальчик, смотрите, смакуете чайок зелененький, что-нибудь там делаете, то можно и посидеть вот так вот. С подарками это все. Я, к сожалению, даже не могу сказать, сколько они стоят, потому что это был мне подарок, поэтому я не спрашивала, сколько это все стоило. Дальше. Из магазина Кикс. Смокий Ай. Вот такая вот кисточка. Кисточка натуральная. Кисточка, если я не ошибаюсь, стоит она... Это такая, как бочонок. Стоит она, по-моему, 13 евро. Я, по-моему, ее купила за два с чем-то. Опять же, там была скидка, потом скидка и на скидку. У меня еще был купончик. Короче, за два с чем-то. Натуральная кисточка, классная, мягкая. Она реально мягкая, она не колется. Прям то, что надо. Я помню, я купила кисточку. Это была моя первая кисточка. Дорогая. Это был Мак. 20... Ой, слушайте, 25 или 26 евро. Вот это вот 224-я. По-моему, ну, в общем, так, от которой все... Или 217-я, 217-я, наверное, не помню. От которой все там пищат от восторга. И она колючая, люди. Она колет, колет глаза. Просто вот такая сборка. А в том, что... Вот не нужно, если кто-то... Кто-то кинулся к клавиатуре писать, это подделка, люди, не нужно писать, что это подделка. Это была не подделка. Это было куплено в официальном магазине Мак. Поэтому это была не подделка. Просто сборка. Херовая сборка. Херовая кисточка, которая колется. И от кисточки, которая стоит в 10 раз дешевле, я не ожидала того, что она будет мягкой. Но она мягкая. Она круче, чем Мак. Мак это не панацея. Это не самые лучшие кисти, конечно же. Но дорогих кистей у меня нет. Вот реально. Дальше. Опять же, с того же кикса, это вот такие вот Makeup Remover Pads. В общем, такие штуточки для удаления макияжа. Такие кружочки. И здесь их 65 штук. Я их еще не пробовала. Но эта штука очень классная. Особенно, если вы куда-то едете, и вам не хочется таскать с собой салфетки, еще что-то такое. То есть, вот эту вещь вы взяли, и супер круто. И я ожидаю, что эти кружочки, эти диски будут очень хорошо пропитаны. И они будут снимать даже водостойкий макияж. Это очень важно. Особенно летом. Далее. Это тоже из того же самого кикса. Detox Beauty. Это, в общем, маска. Глиняная маска, которая очищающая. Здесь 40 миллилитров. Может показаться мало, но на самом деле самое то. По-моему, если я не ошибаюсь, евро 70 я за эту маску заплатила. Опять же, по скидкам все такое. Далее. Это вот с того же кикса. Мне просто дали пробник. Я не знаю, почему я его здесь еще держу. Это Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Короче, концентрат, который вы наносите на кожу, и, в общем, за ночь ваша кожа просто регенерируется. Вот такая вот штучка. Это Aqua Solis. Это крем для рук. Крем для рук от этой вот марки. Здесь, короче, я как-то читала про эту марку. Это конвент минимум. Короче говоря, это были... В 1700 году это были монахи, которые вот жили в приходе. И они там варили какие-то зелья. Этими зельями они лечили людей. И потом впоследствии весть прошла очень далеко, широко. И люди просто стали приходить и покупать у них всякие вот эти вот масла, всякие вот эти мазюки, что они там делали. И на основе этого потом еще создали ароматную серию. То есть там просто серия типа одеколончиков. И теперь эта марка, ей уже там 200 с чем-то лет, 300, я не помню. Короче, она цветет, процветает. У них, в общем, кремы, которые заживляющие, ухаживающие. И также есть ароматы. Вот так вот. Кувен Дименим. Попробуйте, посмотрите. У нас недавно, кстати, эта марка начала продаваться. Я об этой марке уже знала давно, но вот только-только недавно она пришла в Кикс. Еще одна вещь, вот это вот, это тоже от Кикса. И тоже это, по-моему, за евро с чем-то вообще было куплено. Несмотря на то, что нормальная цена в 7,7 с чем-то евро. Skin Treat Lip Balm. В общем, такой бальзам. Это уже второй бальзам. У меня уже такой есть. И я, после того, как я попробовала его, я решила, что мне нужен еще один. Тем более, за такую цену. Это супер цена. Люди, это супер штука. Здесь целых 15 мл. То есть, она огромная. Ее можно использовать и на кутикулу. Конечно же, это не для кутикулы, это для губ. Но я почитала состав, там отличный состав. И если у вас там, например, сухая кутикула, либо какие-то есть сухие бляшки на коже, то вот эта вещь, там очень много масел. Эта вещь будет супер-супер классная. Реально классная. Попробуйте. Попробуйте, если у вас есть Кикс, потому что это личная марка Кикса. Еще одна вещь, это вот такой вот Super Stay Matte Ink в оттенке 15 Lover. По-моему, это одна из самых бестселлерных таких вот помад у Maybelline. Я еще ее не пробовала. Пардон, я сейчас хочу немножко выпить. Я не пробовала ее. Мне цвет нравится, все нравится, но пока еще не носила. вот эта вещь. Вот эта вещь, это я зашла в магазин, прифигела и решила, что мне надо. В общем, у нас в магазинах очень часто, когда, например, один из индикаторов того, что какой-то продукт будет снимать или будут обновлять, может быть, серию, будут обновлять упаковки чего-то, это то, что вот раз и продают эти все продукты старые, старая упаковка либо старая формула за очень-очень-очень смешные цены. Как-то я бродила по магазинам, захожу в магазин и смотрю, что вот эти вот штуки от Lumine, кто не знал, это Lumine, и это у них Nordic Noir Professional Brow Definer. В общем, это дуо для бровей, которое я сейчас открываю номер 02, коричневый, и в общем, вот эта вот штука очень интересная, здесь немного пудры с наконечником, очень удобным, а вторая штука это карандашик, именно поэтому это дуо, то есть вы прорисовали карандашом брови и потом, если хотите, можете еще закрепить поверх вот таким вот таким вот цветом, цвет-свет, он совершенно одинаковый, и сейчас посмотрю, здесь у нас 0,11 грамма, то есть это одна десятая грамма этого карандаша, и еще 0,5 грамма, то есть это полграмма вот этой вот пудры, и по нормальным ценам эта вещь стоит 16 евро в магазине, и она идет в 4 оттенках, у меня все 4 есть, но я сошла в магазин, и я вижу, что на 10 евро 4 штуки, то есть это по 2,50, вы сами можете посчитать, сколько это было, какая это была скидка, у меня первый оттенок grey black, второй оттенок, который я показывала, это brown, третий оттенок это mahogany, и четвертый оттенок это grey brown, то есть могла ли я их пропустить за 10 евро 4 штуки, конечно же нет, конечно же нет, я взяла всех цветов, всех цветов по одному, потому что в зависимости от сезона у меня выгорают брови, они у меня становятся немножко темнее, немножко светлее, в общем я буду варьировать все это дело, не исключено, что может быть одну или даже две я отсюда подарю кому-нибудь, поэтому открыла только тот оттенок, который я точно знаю, что мне пойдет, который будет мой, и еще несколько вещей, в общем две вещи, которые нужно, нужно показать, это Chanel Chance O'Vivre, это туалетная вода, туалетная вода, 35 миллилитров здесь, это подарок от мамы, мамы, огромное тебе спасибо, огромнейшее тебе спасибо, я очень рада, и в общем, большое спасибо, еще не открывала, открою, обязательно, обязательно, обязательно сделаю видео, у меня есть шанс, один, не этот, поэтому, может быть, даже сделаю сравнительное видео, и еще один парфюм, этот парфюм у нас Poison Girl, это Dior, и у нас здесь 50 миллилитров туалетная вода, он выглядит вот так, я уже его пробовала, я уже его тестила, я уже его носила, вот так вот он выглядит, и у меня есть Poison Girl Unexpected, в маленьком, в 20 миллилитровом разливе, поэтому, если хотите, я сделаю сравнительный обзор, обзор я все равно буду делать на этот парфюм, поэтому, если надо, я еще сделаю и сравнительный тоже, и переходим еще к одной карабузке, у меня здесь две карабузки, на самом деле, короче, у меня здесь очень много всего, давайте мы эту карабузку поставим ко мне ближе, да, вот так вот, и сейчас я буду вам показывать, что здесь, вот такая вот вещь, у нас, дело в том, что не так давно, наверное, года полтора назад открылся магазин, магазин, который должен был стать драгстором, то есть, это эквивалентом хозяйственного магазина, который есть в огромном количестве в Европе, то есть, там вы можете купить какие-нибудь таблетки без рецепта, например, там какой-нибудь легкий аспирин или какие-нибудь таблетки, не знаю, для регулирования работы кишечника, в общем, вот, и вы можете купить там и помаду, вы можете купить там, не знаю, памперсы, и вы можете купить шампунь и моющее средство для туалета, короче, примерно такую вот, ну, как бы, вот это и есть драгстор, да, и примерно такую же идею преследовал магазин Хехку, который у нас открылся, финский, и, короче, он не пошел, он не пошел, потому что они очень рассчитывали на то, что будет, 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 скоро должен был быть закон о том, что таблетки без рецепта, именно те таблетки, которые вы можете купить в аптеке без рецепта, они будут продаваться и в других магазинах без рецепта, но, к сожалению, такой закон должен был выйти, он вроде бы как выйдет, но только он, ну, как бы, не сейчас, и они на это рассчитывали, потому что это было бы круто, если бы этот магазин продавал и таблетки там тоже, которые, ну, я не знаю, там аспирин от головы, то есть, сейчас, например, если вы в Финляндии хотите купить таблетки, вы должны идти только в аптеку, в других странах нет, в других странах вы можете купить в других местах, в общем, и, так как они рассчитывали на этот закон, этот закон не вышел, короче, они потеряли очень-очень много денежек, они закрывают все магазины Эхку, и у нас, например, в городе их три, и, в общем, я на один наехала и кое-что купила, вот такая вот пудра от L'Oreal, я думаю, что вы ее узнали, вы ее видели, знаете, я ее еще не пробовала, я ее еще не открывала, у меня есть подобного типа от Kiko, пока что, это минеральная пудра, она абсолютно бесцветная, она абсолютно прозрачная, она классная, Kiko классная, вот это вот я ее тестила, и с тестером мне тоже понравилось, и, в общем, она была 80% скидка на нее, там еще было несколько оттенков, оттенки были очень-очень такие темные, поэтому я ограничилась только этой, у меня здесь есть чек, поэтому я вам скажу все цены, эта пудра стоит, сейчас мне придется здесь немножечко позаниматься математикой, эта пудра стоит 4 евро 10 центов, раньше она стоила 20 евро практически, еще две вот такие вот палетки от L'Oreal, и это Infallible Blush Paint, у меня в двух оттенках, Ambers and Pinks, Pinks, в общем, они, конечно, более розовые, я думаю, вы все видели эти палетки, они продаются везде, 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 и Ambers, они такие более землистого, какого-то цвета, натурального, в общем, это было по 5 евро, если я не ошибаюсь, эти палетки стоят 16 евро, за штуку. Дальше, смывка для, смывка для лака, всегда, всегда нужна эта вещь, эта вещь от Maybelline, и она стоит, по-моему, евро, что-то, что-то такое, здесь 125 миллилитров, стандартный размер, поэтому я не могла не купить, тем более, что мне всегда надо. вот эта вот штука, я ее не пробовала, но, честно говоря, меня сподвигнула цена, на это мне было интересно, это скраб, скраб для ног, и он с кислотами, с кислотой, с кислотой, с кислотами, и, в общем, как он действует, мы, значит, берем немножко этого скраба, и разбавляем его водой, и вот этим вот, вот этим вот составом, который у нас из этого получается, моем, моем ноги, и потом просушиваем их, в общем, посмотрим, посмотрим, мне кажется, интересная вещичка, вот такой вот консилер, это Master Conceal от Maybelline, 2 евро, 2,20, по-моему, стоит, нет, евро 75, он стоит, это самый светлый оттенок, это 10 fair, в общем, мне очень хотелось попробовать, тем более, что у меня есть консилер от Maybelline, Age of White, и он у меня уже заканчивается, в общем, нужен был новый, вот, а насчет вот этих вот штук для ног, они стоят, сейчас попробую найти, он стоит 3 евро, этот крем, стоил он 15, вот такой вот, вот такая вот база, для ногтей, и это база для ногтей, такая, которая снимается, очень легко, и, в общем, она стоила евро, если вы любите глиттерные лаки, я их очень люблю, но их очень потом трудно смывать, у меня просто уходит 1,5, такой вот, бутылки для того, чтобы снять потом этот лак, вот эта база, она просто для нас сделана, она для нас, люди сделаны, далее, вот такая вот штука, этот тональный крем, я знаю, я 10 раз говорила, что я не люблю тональные кремы, но, во-первых, цена была, золотая цена, из Adora, это Nude Super Fluid Foundation, и это номер 10, Nude Porcelain, самый светлый оттенок, и он из этого, это стекло, и мне кажется, что он даже такое обожженное чуть-чуть, здесь отличный оттенок, я этот оттенок буду использовать для видео, я просто его купила для видео, для затеста, стоило это что-то около пары евро, а нормальная цена была 17 или 19, в общем, как-то вот так, цена сподвигла, правда-правда, далее, Fluxia, Fluxia это тот бренд, который я давно уже на него смотрела, но, конечно, цены там кусючие, поэтому по 80% я купила, эта штука, это гель для интимной гигиены, я его решила купить, стоит он евро 70, а так он стоил 17, 90, мне кажется, или что-то такое, или нет, или нет, он стоил не так, секунду, 17,50, да, и я за него заплатила, 3, 3,50, да, 3,50, далее, от этой же марки Fluxia, на эту штуку я смотрела, но тут меня жабка просто давила, квакала-квакала, но за 8 евро, за 8%, на 8% скидка нормально, это гель-крем, гель-крем, который отшелушивает кожу ночью, и в общем-то он стоил 35,50, я за него заплатила 7 евро, вот, супер, еще у меня здесь несколько есть продуктов, у меня здесь есть Maybelline, две штучки от Maybelline, это двое румяна от Maybelline, оба цвета такие интересные, один называется Cosmopolitan, второй называется Pink Amber, и в обеих по 5, по 5 грамм, и это у нас Face Studio Blush, в общем, вот такие вот интересненькие румяшки, 2,70, мне кажется, одна румяшка стоит, еще, вот такой вот набор, и как видите, я его еще не открывала, от EcoTools, это двое кисточек, этот набор стоил, что-то около 7 евро, в общем, короче, супер, супер классная вещь, и я очень-очень довольна, еще у меня 4 штучки, для ногтей, 4 штучки для ногтей, марки Leight & Denny, вот, вот так это выглядит, что у нас здесь, Corrector Fluid, в общем, это жидкость для коррекции лака, если вы, например, промазали этим лаком, да, вы там, например, красным лаком красите, и промазали вдруг, то вы берете, вот этот, здесь еще есть кисточка, на кисточку, наносите, и потом просто очищаете лак, и все будет аккуратно, красиво, от этой же марки, у меня, ремовер для кутикулы, то есть, это средство, для удаления кутикулы, оно очень удобное, здесь такая, помпочка, я вчера им уже пользовалась, мне оно очень понравилось, и еще два средства, одно средство, это просто база, такого вот цвета, просто один в один, с моим цветом ногтей, и еще одна вещь, это тоже пилов, то есть, это та база, которую может потом отодрать, просто руками, пальцами, в общем, она пахнет как пыва, вот, наверное, эту я бы, скорее всего, не пробовала, и не покупала бы, но, во-первых, цена, в этих всех продуктах, была 2 евро за штуку, поэтому, это нормально, во-вторых, все-таки, эта вещь, это не пыва, потому что, сохнет она прозрачно, если вы, например, а я знаю этот лайфхак, что очень многие, если у вас, например, есть глиттерный клей, то нанесите сначала два слоя пыва, потом этот лак, и потом вы это все можете очень быстро снять, пыва сохнет белым, этот сохнет прозрачным, поэтому, конечно, это лучше, вот, такие все мои покупки, ужасно много всего, все классное, все супер, особенно меня радует 80% скидки, кого бы это не радовало, напишите, пожалуйста, что вам понравилось, что вам не понравилось, ремарки, интересности, пишите, я буду читать, отвечать на это все, пока!